Тема, соответственно, «История болезни кинематографа», которую Андрей Аркач попросил озвучить так, чтобы её все слышали. Но я догадываюсь, что вы в курсе и без меня, что происходит с кинематографом. Я могу лишь подтвердить, что да, всё плохо. Более того, мне почему-то кажется, что нет тенденции к преобразованию. На эту тему я подготовила доклад, который могу вам... Это мой кофе. Пусть он пока стынет. Спасибо большое, Гульнара. Я, собственно, хотела озвучить вот такую немаловажную вещь. Вообще рассказать, что происходит с актёрами за кадром, то есть то, чего вы не знаете. О том, что у нас культура 30 лет находится на панели или в сточной канаве, как это можно сказать, мы понимаем. И здесь есть прекраснейший Дмитрий Раевский, который много посвящает этому своего времени и делает прекрасные разборы. И здесь мне не нужно выступать на эту тему. Но хочу вам рассказать о том, что происходит по ту сторону баррикада, которой вы не в курсе. Сегодня мы с вами все видим, что с каждым днём всё... Большее количество обычных людей начинает осознавать, что мы живём на поле битвы, информационной, ментальной войны, главное условие которой — её незаметность. Манипулятивные технологии процветают на Западе, на Земле с незапамятных времён. Но сто лет назад их мощность усилилась в тысячу раз. Киноиндустрия, как телевидение и вообще все средства массовой информации изначально создавались не для развлечений, а для управления обществом. Мы с вами знаем, кто были основатели Голливуда. Это те самые люди, которые основали банковскую систему. Не будем называть их имена сейчас для того, чтобы не отравлять наше прекрасное сообщество. По принципам доброго полицейского, через образный ряд кино призвано прежде всего формировать сознание и нравственные ценности граждан, устанавливать стандарты и допустимости, по которым должно жить общество. Таким образом, киноиндустрия, а сейчас и игровая индустрия, театр, а также социальные сети являются самым настоящим социальным инжинирингом, цель которых уничтожение самосознания человека и, как следствие, изменение мировоззрения и изменение цивилизационной основы общества. Вот уже 30 лет мы, деятели культуры, живем по законам рынка. Особенно это отражается на актерах. Они всегда на виду. Именно они – лицо любого проекта. Если представители других творческих профессий остаются за кадром, то актеры не просто в кадре и в титрах, но и отлично подсвечены осветителями, прекрасно озвучены звукорежиссерами и точно в фокусе внимания операторов-постановщиков фильма. Если раньше в театральных вузах нас учили этики, законом нравственности, критерием вкуса, вот я заканчивала высшее театральное училище имени Щукина в 97-м году, я его закончила, вот нас этому учили, я застала еще тех старых педагогов, то нынешних актеров этому просто не могут учить, ибо рынок не ставит задачей сеять разумное, доброе, вечное. Рынок ставит задачу потрясать. Им потрясать, мы говорим про цель искусства, потрясать, тогда люди отдают деньги, да? Именно этот призыв сегодня указывают, говоря о задачах искусства. Но ведь это же абсурд. Вспомним Даню Милохину на Международном экономическом форуме, да, площадке, где встречаются президенты, и тем не менее, почему-то, значит, этот дегенерат имеет право тоже там находиться. Потрясение? Потрясение. Творчество Моргенштерна, певица-блогерша Бузова, в Амхате, а вот недавний перформанс, порно-перформанс в Центре Мирхольда, государственном учреждении, и проведение в Центре Мирхольда спектакля, фестиваль НЭТ, Новый Европейский театр. Это, да, отдельная тема, я чуть попозже расскажу, вот в воскресенье как раз буду более подробно говорить об этом. Испражнения на сцене, которые мы видим в спектаклях Богомолова, половые акты крупным планом в современных художественных фильмах, это все потрясение. Ну, разве это имеет отношение к искусству? А к культуре это разве имеет отношение? Лозунг, под которым сегодня внедряются деструктивные перемены, можно было бы обозначить так. Это шире, чем реформы, это глубже, чем революция. Настоящая культурная мутация населения, полная смена традиционных ценностей, ломка человеческого в человеке. И общая установка этих перемен. Д. Рационализация сознания. НЛП. Искусство никому ничего не должно. Оно должно потрясать. Вот эту схему, эту догму подхватили и размножили многие известные и уважаемые режиссеры и деятели искусства. А другие уважаемые деятели искусства и культуры промолчали, не возразили. И актерам, как представителям самой зависимой профессии, пришлось молчаливо согласиться с нынешним продюсерским и режиссерским произволом. Иначе можно остаться без ролей, а значит, без средств к существованию. Нужно, правда, обязательно отметить, что влияние на киноиндустрии, на шоу-бизнес, на театр, литературу, это все филигранная работа. Такая, что сами режиссеры не замечают того, что попали в обработку. Как, допустим, европейские абстрактные импрессионисты не знали, что их спонсирует ЦРУ. А женские журналы и вообще женскую эмпансипацию в начале 20 века финансировали Рокфеллеры. Для чего? Для того, чтобы женщины стали работать, и их, наконец, тоже можно было бы обложить налогами. Вот и вся идеология вопящих свободу женщинам. А что уж говорить об актерах, которые подчас напоминают младенцев, не ведущих, что творят, когда создают энергоразрушающие образы. И чем талантливее они это делают, тем больше урон наносят своим же зрителям. Ведь последние всегда себя ассоциируют с яркими образами героев фильма. Вот лет 15 назад в таком известном киношном журнале «Искусство кино» была опубликована замечательная статья Марии Розовской, где она как раз исследовала впечатление и ассоциативный ряд зрителей. Вот как они воспринимают актеров. И мне очень понравился пример, который она привела по отношению к Сергею Безрукову. Мы знаем, что Сергей Безруков, как именно известный актер, пришел к нам с сериалом «Бригада». То есть он бандит, браток. А спустя несколько лет Сергей Безруков сыграл Ешуга Ноцри прообраз Иисуса Христа в «Мастере Маргарите». Так вот, в сознании зрителей распяли братка. Потому что зритель не как бы он ассоциирует всегда актера с его ролями. Вот только что Андрей Аркадьевич сказал про границу «Таежный роман». Меня до сих пор иногда называют Мариной. Хотя никакого отношения я никогда не имела ни к медицине, ни к военным городкам и так далее. Это таково свойство человеческой природы. И те, кто этим режиссирует, кто манипулирует вот этим мировым театром действий, прекрасно это понимают. Прекрасно. Именно поэтому очерняются образы любимых актеров. Именно поэтому устраиваются пляски на костях умерших актеров. Это все из одной категории. 11 ноября вот совсем недавно в Госдуме Николай Петрович Бурляев произнес 10-минутную речь. Николай Петрович стал депутатом Госдумы, чему мы очень рады, потому что наших чуть-чуть прибавилось. Это Госдума такая особенная, вы знаете это, что, к сожалению, могла бы быть намного лучше, но вот хотя бы Николай Петрович теперь в ней есть. И вот в частности он сказал, что нам уже давно пора вернуть культуру с панели. Культура и рынок понятия несовместимые. Цель культуры преображение народа, а цель рынка делать деньги любыми способами. И уже 30 лет продолжается издевательство над нашим народом. Это, конечно же, пора прекращать. И необходимо нам всем деятелям культуры принять кодекс чести деятеля культуры российского государства. Вот с таким предложением выступал Николай Петрович. Разработать этот кодекс, утвердить, принять и следовать ему. Тем более, что правовая база ведь для этого есть. Одобрение терроризма, пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и так запрещены федеральным законодательством. Закон о запрете гей-пропаганды был принят еще в 2013 году. В 2014 году наш президент издал указ об основах государственной культурной политики, основанной на традиционных ценностях патриотизме и разумном консерватизме. А 2 июля, полгода назад, вышла новая стратегия национальной безопасности. я приготовила для вас несколько пунктов, но я думаю, что мы, может быть, не будем сейчас их зачитывать. Или хотите вот зачитывать? Я просто выписала три пункта, которые как раз относятся к нашей теме. Потому что именно опираясь на эти пункты, мы можем подавать иски в Минюст, в Роскомнадзор для устранения деструктивного контента, то есть для того, чтобы они разобрались с теми людьми, которые не соответствуют положениям новой стратегии, национальной стратегии безопасности. Итак, пункт 90. Российская Федерация рассматривает свои базовые, формировавшиеся на протяжении столетий отечественной истории духовно-нравственной и культурно-исторической ценности, нормы морали и нравственности в качестве основы российского общества, которое позволяет сохранять и укреплять суверенитет Российской Федерации, строить будущее и достигать новых высот в развитии общества и личности. Пункт 91. К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся прежде всего жизнь, достоинства, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России. Традиционные российские духовно-нравственные ценности объединяют нашу многонациональную и многоконфессиональную страну. Слушайте, ну потрясающе, вот все сказано, конечно, хотелось бы, чтобы эта стратегия вышла не в 21-м году, а не знаю, там, допустим, в 20-м, но и на том спасибо. Пункт 93. Защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти обеспечивается путем решения следующих задач. Дальше идет 14 пунктов, но нас интересует всего лишь два из них. Подпункт 3. Укрепление института семьи, сохранение традиционных семейных ценностей, преемственности поколений россиян. И пункт 13. Защита российского общества от внешней идейно-ценностной экспансии и внешнего деструктивного информационно-психологического воздействия, недопущения распространения продукции экстремистского содержания, пропаганды насилия, расовой и религиозной нетерпимости и межнациональной розни. То есть наша конституция, новые стратегии национальной безопасности указывают нам на приоритет нравственных традиционных семейных ценностей в нашей стране. Возвращаясь к теме моего выступления, сегодня мы видим полный саботаж деятелей культуры. Разве не так? В каждом фильме мы видим прямо противоположное. Получается, что сегодня художники, деятели культуры в нашей стране не считают возможным следовать новой стратегии, но наоборот считают возможным тратить государственные деньги и делать, что хотят. Они художники, они так видят. Сам факт того, что такие очевидные вещи, как нельзя оскорблять чувства верующих, нельзя показывать факты каннибализма, сексуальной распущенности, извращений, гей-пропаганды, оправдывать педофилию. Нужно прописывать в контракте сейчас, вот есть уже театры, в которых в контракте продюсеры прописывают с режиссерами вот такие пункты, представляете? О том, что вот, пожалуйста, вот этого не ставь, вот этого ты не делай, не призывай к этому со сцены. То есть, это что происходит в головах у режиссеров, если им это нужно объяснять. А вот теперь давайте вообразим себе ситуацию, при которой актеры некоего фильма не просто в курсе вот этой новой стратегии национальной безопасности, не просто прочли и понимают ее содержание, но искренне прониклись этим содержанием, горячо настроены следовать положениям этой стратегии. Допустим, к примеру, потому что у нас заработал кодекс чести, о котором говорил Николай Петрович, потому что актеры вдруг вспомнили, что у них есть дети и они хотели бы открыто, не стыдясь смотреть им в глаза. А продюсер, как это часто бывает, настроен потрясать. Это же как вода и масло, они не договорятся. Сегодня это так. Договориться не получается. У них жизненные, разные жизненные, производственные и личностные задачи. И ведь часто мы именно это и видим и очень часто актера как-то уговаривают закрыть на что-то глаза. Ну, может быть, там не время такое, сам понимаешь, это рынок, но ты не переживай, мы в монтаже что-нибудь обязательно подправим. И актер подписывает контракт, где есть замечательный пункт о передаче прав третьим лицам. Да. И получается, что, к примеру, актер снимается в каком-то фильме, исполняя какую-то роль и, к примеру, вот в этой роли условно говоря, там он сидит и квасит с кем-то. Через какое-то время, а он подписал контракт, передачи права третьим лицам на этот фильм, на свою роль, на свое использование своего лица и голоса. А, допустим, продюсер решает продать эти кадры в рекламу спиртных напитков. И все. И такое было. И актер смотрит, как? Я вообще трезвенник, я не пью. А, пожалуйста. И зритель ассоциирует его, естественно, с этим героем. Вот что происходит сплошь и рядом. И актер ничего не может сделать на сегодняшний день. Потому что этот пункт практически нельзя убрать. Иначе продюсер с тобой не подпишет этот контракт. А чем актер будет свою семью кормить? Итак, у актера, кроме его внешности, голоса, имени и репутации, больше ничего нет. Это его капитал. Это его все. Его изображение или звучание его голоса это и есть его интеллектуальная собственность. Он сам своя собственность. Но подписав такой контракт, он превращается из субъекта в объект. Он превращается из человека в вещь. Третьи лица могут его изображение или голос использовать абсолютно в своих интересах, потому что они актеру, как субъекту права, больше не принадлежат. Его изображение и звучание становится собственностью продюсеров, объектом управления, манипулирования, продажи и покупки и так далее. А ведь мы же все с вами понимаем, как работает магия кино. Роль актера всегда ассоциируется с его личностью, об этом то, что уже говорили. Зритель может быть и хотел бы дифференцировать роль актера от человека-актера, но это практически невозможно, как показывает практика, как показывает психология. Вот, кстати говоря, тоже пример, Вячеслав Тихонов. Штирлиц, да? Ну, Штирлиц, он сыграл огромное количество прекраснейших ролей, но мы все равно узнаем, как Штирлиц. Ну, что ты будешь делать? Ну, вот так. Так это работает. И поэтому вот я хочу обратиться 13 декабря, в понедельник, когда вернусь с нашего форума, на съезде Союза кинтографистов, членом правления, которого я являюсь, озвучить инициативу о том, как бы нам поработать с юристами и определить правовую субъектность актера. Но у меня есть подозрение, что мне не дадут слово. Да. Да, Геннадий Семенович, сразу говорю, да не дадут тебе слова. Вот я подозреваю, что этого не будет. Я могу говорить о том, как я рада и счастлива всех видеть. О том, что я рада, что я среди вас. Но говорить на эти темы не позволит. Я об этом сказала на заседании Московского союза кинтографистов, который был вот на этой неделе. Все все поняли. Зал разделился на две части. Старые актеры сказали мы с тобой что нужно мы сделаем, давай каким-то общим фронтом пойдем там кому набить морду, условно говоря. Тут же продюсеры сказали ты артистка, да? Как у нас регламент? Слишком много говоришь. Ну такая тема. Но, по крайней мере, вы знаете, что разделение в обществе киношников существует. То есть актеры начинают задумываться над тем, как бы им побороться за свои права. Они пока не готовы еще это делать. Но они задумываются об этом. Уже прогресс. И вот завершая, да, я считаю профессионально и личностно необходимым нам актерам, которые хотят себя уважать и осознанно строить свою карьеру, серьезно проработать тему актерской правосубъектности и прилечь к этому вопросу юристов. Актеры, как никто, знакомы с рынком, потому что вся наша жизнь сплошной рынок, выберут, не выберут, пригласят, на роль не пригласят. И давайте хотя бы после этого выбора, когда речь пойдет о присвоении средств производства, то есть, говоря экономическим языком, сохраним за собой право оставаться человеком и личностью. Если мы понимаем в целом, для чего вот все это проводится, то может быть мы уже не будем идти на поводу у кого-то. Я убеждена, что для каждого нормального человека именно защита наших человеческих традиционных ценностей, а следовательно защита наших детей сегодня должна являться главной темой нашей жизни. Об этом, собственно, весь форум Леваде. Но для того, чтобы защитить наших детей, нужно самому стать неуязвимым. История творится сначала мыслью, а потом действием. И тактические цели и технологии воздействия манипуляторов различны, а вот стратегическая цель одна – развернуть мысле-чувственный поток человечества в нужную им сторону и таким образом выстроить необходимый им событийный ряд. И это мы наблюдаем последние два года. Пандемия страха. Всем лежать бояться, надеть намордники, себе там что-то вколоть, сейчас эти QR-коды и так далее. Зачем? Чтобы знал, ты не субъект, а биообъект. Мы уже знаем, что про это давно уже нам сказали, про это написано. Я призываю отказаться от участия в премии «Оскар» с его новыми правилами толерантности, отказаться от участия в Евровидении и других шоу-фриков, отказаться от участия в Олимпиаде или мы хотим перепрыгнуть в пошлости и безнравственности Запад. Это же конкурс, да? Если мы хотим получить главный «Оскар», значит, мы должны снять вот совсем крупным планом и вот самый извращенный половой акт. Вот тогда, возможно, нам дадут «Оскар». Но так же получается. Разве тот культурный путь, который выбрала западная цивилизация, можно назвать созидательным? И нам нужно туда двигаться. Осознать, что происходит, нужно сегодня всем – продюсерам, режиссерам, актерам, писателям, певцам, художникам, спортсменам. Тогда они будут осознанно подходить к созданию образов в своих творениях и перестанут забивать голы в свои же ворота. Потому что сегодня творец, не понимающий таких вещей. Либо враг, либо подлец. Либо враг, либо дурак. Вот так, да? Поэтому я призываю и нас, лишний раз, и вообще всех, кто, может быть, услышит это выступление, поразмышлять об этом и лоббировать правильные нравственные ценности. Потому что мы уже ясно видим, что безнравственность внедряется в тех странах и государствах, которые подлежат зачистке. Давайте мы уже перейдем к решительным действиям. Нам не нужны ни Оскар, ни Евровидение, ни другие конкурсы на самый необычный и яркий способ самоуничтожения, ни еще одна Олимпиада под нейтральным флагом в окружении трансгендеров. Нам нужно жить, рожать и вообще построить много всего нового и важного. У нас с вами до сих пор нет главного. у нас до сих пор нет образа того будущего, который мы строим. В разных группах, в разных каких-то сообществах этот образ люди создают. Но вот цельного, которого подхватило все общество, такого пока нет. Потому что мы до сих пор очень разделены. И вы прекрасно это понимаете. православные, неправославные, родноверы, кобовцы и так далее. Все, у всех своя правда. Вот и ныне там. Образы будущего не созданы. А соответственно, если у нас нет мыслительного образа, то куда, что будет материализовываться? Ничего, да, вот куда? Вот поэтому материализовываются другие цели. Потому что о них прописывают в тех фильмах, которые мы не просто смотрим, а мы проплачиваем их. Следовательно, мы соглашаемся с тем, что, ага, матрица. Да, интересно. Давайте вот пойдем этим путем. Ну, так же получается. Планы же нам объявляют, мы с ним соглашаемся. Почему возникла технология окна Авертона? Потому что у кого-то появился запрос на технологии расчеловечивания. Так вот, у нас же есть сегодня свой запрос. Запрос на технологии очеловечивания. технологии созидания. Огромный запрос на здоровье сберегающие технологии. Цель и смысл нашей жизни, нашей страны в ее исторической перспективе должны быть проявлены и подхвачены всеми нашими соотечественниками. Причем с самой большой скоростью, словно ловим хрустальную вазу, моментально, не дав ей коснуться пола. Ведь время наш самый главный ресурс. Оно может стать нашим палачом или милостью. Спасибо за внимание. Извините, пожалуйста, что так было. Аплодисменты. Вот такая она, Ольга Будина. Ну, Ольга Александровна, не уходите, не уходите. У нас по традиции всегда каждый говорящий отвечает на вопросы, поэтому вы держите микрофон в руке. Золотая возможность спросить киноактрису то, что вы хотите спросить. Пожалуйста, кто же у нас вопрос? У меня вопрос из двух частей получается какой-то. Во-первых, есть кино, у нас может подкидываться с точки зрения к примеру самоорганизации. Во-первых, есть ли инженеры как бы удобнее? Во-вторых, есть ли реальный шанс на принципах самоорганизации делать и нужную парадоксию? Понимаете, вот если мы говорим вообще про кинопроизводство, то оно на сегодняшний день условно делится на три части. Первая, которая видна всем, это когда делается по заказу какого-то телеканала. То есть продюсеры кинокомпаний договариваются с продюсерами какого-то канала и, соответственно, на эти деньги создается кино. Сейчас в роли вот таких канальных продюсеров выступают уже, как вы знаете, онлайн-кинотеатры. Это вообще просто жесть. Потому что если мы отслеживаем хоть как-то, с помощью портала на Распутьяру, с помощью Лиги безопасного интернета, хоть как-то мы что-то отслеживаем в социальных сетях, и огромные на самом деле усилия для этого необходимы, и Ашманом с Консперской тоже неоднократно про это говорили, то деятельность онлайн-кинотеатров на сегодня практически никем не контролируется. Короче, это вот первый способ. И тогда, естественно, канал диктует ту идеологию, в рамках которой, в парадигме которой будет поставлен этот кино или сериал, неважно. Следующий как бы путь, по которому может пойти кинопроизводство, это фестивальное кино. Это, как правило, дорогие проекты, красочные проекты, приглашаются такие звезды, такое кино не для всех. Оно делается, как правило, для того, чтобы тому или иному режиссеру или кинокомпании, ну, такое как бы создать для себя репутацию, что вот они это могут. То есть, такой репутационный проект больше. Как правило, люди его не особенно видят в кинотеатрах, потому что оно может не собрать нужного количества зрителей. И это вот такой фестивальный проект. Ну, просто деньги как бы на ветер, да, вот для себя. Домашней радости. И вот третий способ, про который вы говорили, так называемое патриотическое кино. Но давайте будем реалистами. Кто на сегодняшний день получил у нас государственное финансирование для создания патриотического контента? Кто? А я вам отвечу. ИРИ, Институт развития интернета, получил несколько месяцев назад 10 миллиардов рублей для создания патриотического контента. Мы можем себе представить, что за патриотический контент они нам представят через какое-то время? Можем. Ну, я думаю, что собравшиеся в этом зале могут это представить. Так самоорганизация, хорошо, и где вы будете окупать ваши средства? Вот вы вложили, кто будет показывать раз, и где вы ну, хотя бы вернете затраченные средства? Понимаете? Конечно. Конечно. Фильм, бюджет даже самого слабенького фильма это многомиллионные бюджеты, потому что это там камера, осветитель и так далее. Одна техника стоит очень дорого, не говоря там гонорары актеров, там логистика, транспорт, проживание, не знаю, все что угодно. То есть это очень как бы дорогое удовольствие, и это должна быть либо политика государства в духе стратегии национальной безопасности, либо это тогда бизнес-вложение, но мы понимаем какие цели они преследуют. Это всегда реклама какого-то действия, которым они занимаются, реклама своего бизнеса. Спасибо, пожалуйста. Геннадий Семенович. Обо юридической ответственности продюсеров и режиссеров мы уже улыбнулись. Нету, нету. У них законы полностью на их стороне, как говорится. Не то, что закон на нашей стороне. Вот, вы очень правильно сказали, закон-то на нашей стороне, я сегодня его перечислила, но почему-то они постоянно его нарушают, им ничего за это нет, не прилетает. Простите, вы же специалист по Пушкину. Пушкин Александр Сергеевич нам кодекс чести завещал. Именно кодекс чести выше законов, это прямо прописано в кодексе, именно по кодекс чести их можно призвать к ответственности. Уже опыт есть, жесткий, как они будут вас слушать, Геннадий Семен, что, что? Скажем так, я могу сказать, личный, троекратный опыт, псевдокультурный, российского масштаба, троих мы тормознули уже. Почему? Потому что вы что-то сделали, вы написали в Минюст, вы написали там куда-то или что-то, или создали какой-то общественный прецедент, правильно? Вы запоконили. Да, то есть, я к чему, у нас сегодня есть рычаг, вот, пожалуйста, мы можем основываться на нашей законодательности, на новую стратегию, и таким образом мы можем влиять, но почему-то мы до сих пор спим, как с этими QR-кодами, народ по-прежнему сидит на диване, разве не так? Как говорится, есть опыт, пожалуйста, давайте применим. Вы, Александр, не уходите еще, Александр. Вы, Александр, ну, пожалуйста, трех мы великих псевдоартизов разговаривали. Вот смотрите, несколько дней назад по первому, по-моему, каналу был показан сериал «Гертинский», который сняла Дуня Смирнов. И вот там в одной сцене, я... Там просто в одной сцене, сейчас расскажу, этот, просто эту новость мне прислала Анна Тихонова, дочка нашего стирлица. Значит, дело в том, что там вот эта гейская, так сказать, тема прослеживается ярко. Есть, когда они ее обсуждают, там, значит, такая фраза привлекает, что кто против однополу любви, тот фашист. Представляете? И мы сейчас, конечно же, думаем, что, ну, значит, надо же что-то с этим делать. Вот. Я просто к тому, что если мы будем молчать, то ничего не будет. Как они и делали все эти 30 лет. Вот сейчас нельзя молчать. Сейчас нужно говорить свое «нет». Не хотим, не желаем. Ольга Александровна, за этой женщиной стоит подлец-мужчина. На него надо. Ему вызов чести все заработает. Геннадий Семенович, спасибо большое. Мы еще это будем обсуждать. Ольга Александровна, продолжим. Павел Валерьевич, пожалуйста. Белоруссия. Ольга Александровна, добрый день. Геннадий Семенович, Павел, город Витерс. Ну, во-первых, вы замечательная актриса, очень красивая женщина. А еще сегодня для меня лично открылись как такой вот женщина с глубоким смыслом и разумом. А кокошник? А кокошник у меня ничего? Вообще нет. Именно поэтому у меня к вам вопрос. У меня трое детей. Какой бы вы рекомендовали фильм им показать снятый вот после девяностого года? Ну, скажем так, за последние тридцать лет. Все фильмы, которые сняты при Советском Союзе, ну, я понимаю, на ваш взгляд, вот за последние тридцать лет есть ли какой-нибудь фильм, который бы вы мне рекомендовали показать? Наши отечественные. Конечно. Спасибо. Ну, вы знаете, допустим, из тех фильмов, которые есть в моей фильмографии, могу вот порекомендовать совершенно спокойный такой очень хороший фильм, который, естественно, мало где показывался. «Радости и печали маленького лорда». Это по роману Фрэнсис... как что? Бёрнетт, да, Фрэнсис Бёрнетт. «Лорд фонтлерой». Фильм мы снимали, по-моему, лет 20 назад. Про него мало вообще кто знает. Ну, вот из наших фильмов, я думаю, что наверняка есть больше, но действительно, вот рынок детского кино это вообще слёзы. А уже, а сегодня, когда мы знаем, что киностудию имени Горького выкупил Греф, Сбербанк. Да. То есть мы на сегодняшний день фирму «Мелодию» потеряли, «Союзмультфильм» потеряли, сейчас ещё у нас отжали киностудию Горького. То есть вы понимаете, что у нас не просто забирают наших детей, это происходит вот просто вот так средь бела дня. Ведь у нас этот банк, он же всем, да, занимается. И прежде всего он занимается сформированием сознания наших детей. Он как бы строит, да, вот эти, как бы те схемы, которые, нужны им. Вот. Даже не столько потребителей, а сколько, скоро потреблять-то будет, может быть, и нечего, да, а человека, который, во-первых, с выученной беспомощностью, человека, который должен обязательно жить, ну, вот, по указке, да, разумеется, не думать, не соображать, и, в общем-то, ну, не владеть вообще даже какими-то основами знаний, основами обучения. Это им не нужно, да, совершенно. То есть, ну, такого объекта управления они выращивают, к сожалению. Животные, да, то есть, вот, мне очень нравится, когда Дмитрий Владимирович Таран рассказывает вот свои лекции, в своих лекциях про, там, отношения полов, вот как, он, мне говорят, интересы туловища, мне очень понравилось, да, то есть, интересы ниже пояса, и больше ничего, то есть, это живут инстинкты, все, и больше ничего не интересует. 30 лет прошли зря? Понимаете, 30 лет могут, я скажу так, как, ну, как мне кажется, я, естественно, могу ошибаться, но мне кажется, что вот эти 30 лет, это, знаете, 30 лет нам задавали вопрос, тебе так хорошо, а так тебе хорошо, и так тебе удобно, и так ты тоже, ну, как бы проглотил, да, и вот тут ты тоже прогнулся, а мы этот экзамен не сдаем, не сдаем, не сдаем, не сдаем, пенсионную реформу не сдали, а, что мы не сдали, давайте я не буду перечислять, мы очень много чего не сдали, мы ничего не сдали, и продолжаем не сдавать, ну, этот экзамен мы продолжаем не сдавать, не сдавая экзамен, мы сдаем наших детей, Поэтому, если чему-то нас и могли научить эти 30 лет, это осознание того, что мы сегодня недостойны памяти наших предков. Потому что мы понимаем прекрасно, да, война продолжается, она никуда не делась, способы ведения войны изменились, но мы при этом прогнулись. Вот и все. Одни молчат, другие ничего не понимают, третьи что-то там ворчат. Есть какие-то пассионарии, которые что-то там кричат, но докричаться, достучаться очень тяжело друг до друга, к сожалению, пока. Спасибо, Александр. Николай Николаевич, пожалуйста, вопрос. Действительно, Ваша речь настолько была вдохновляющей со всеми мужчинами? Видите, если бы я видела мужчин, я бы, может быть, была бы более скромной. Эмоционально все побили, разбили пух и прах. Ладно, не об этом вопрос. А можно Вас попросить, хотя бы кратенько провести такой сравнительный параллельный анализ? Сейчас Вы, как все звали, проблемой российского кинематографа. Маленький, может быть, не столь громадный, но белорусский кинематограф. Можно? Вот я, к сожалению, не смогу Вам ответить. Ближе микрофон организован. К сожалению, не смогу ответить, потому что я просто не владею настолько. Я могу так сказать, что последние лет десять я регулярно, меня приглашают в жюри всевозможных кинофестивалей. И вот тоже маленький такой штрих. Там белорусские тоже есть картины, то есть они же международные могут быть. Они могут быть различные кинофестивали. Разные направления, даже семейные каких-нибудь ценностей, где, казалось бы, должно быть хорошее, доброе кино. Так вот, ни одного хорошего, доброго фильма я там не увидела. Это раз. Возможно, только вот один фильм «Коробка», про который Вы даже и не слышали. Фильм «Коробка», он не столько детский, он скорее подростковый для взрослых. Фильм о том, как в городской среде есть вот эта коробка какая-то футбольная или хоккейная, что-то такое. И понаехавшие говорят, это наше, а местные говорят, нет, это наше. И происходит очень жесткий конфликт. Особенно сейчас вот такая тема для нас актуальна, потому что тема национализма, она очень сильно сейчас разжигается. И там в результате взаимодействия главных героев они приходят все-таки к согласию. То есть фильм очень хороший. И, в общем-то, отражающий действительность. И с таким знаком плюс. Так вот, возвращаясь к какие фильмы у нас. У нас есть замечательные, значит, какие у нас отдаются призы. Там лучший режиссер, лучший актер, лучший оператор, лучший сценарий. Гран-при. Есть еще такой приз под названием «Фиприси». Это приз критики, приз кинокритики, киноведов и кинокритиков. Да. И вот я иногда даже, знаете, просто вот загадывала, вот кому они, всегда угадывала. Это будет самый грязный фильм, самый чудовищный фильм. Вот просто вот самый просто гадливейший фильм он получит в приз «Фиприси». Они считают, что это круто. Ольга Александровна, еще два крутеньких вопроса. Рустам Ринатович, вы, пожалуйста, да. Ольга Александровна, здравствуйте. Спасибо вам за вашу смелость и справедливость. На кого еще, то, что общается так с народом, кто еще среди актеров тоже дать, что мысли-то вымытые из выхода на актерии, что она не думает. Ну вот я сегодня звала Николая Петровича Бурляева, который занимается культурной повесткой в Думе. И это очень важно в действительности для нас. По-прежнему вот в Думе у нас, к счастью, есть Елена Дропека. Вот кто из, может быть, не... Ну, депутатом Госдумы стал мой коллега и партнер по двум фильмам Дмитрий Певцов. Посмотрим, что вот он сделает для нас, для народа важного и полезного. Но он понимает, про что идет речь, поэтому будем надеяться, что он сможет пробить. Там такая броня, просто жуть. То есть, то, что я вот вам сейчас рассказываю, допустим, про союз с кем-то графистом, а там вообще люди сидят совершенно с другими интересами, другими жизненными целями. Это очень все тяжело. Кто еще из коллег... Вы знаете, может быть, они вот как бы и есть, которые понимают, про что идет речь, и хотят отставить. Они очень многие не знают, как это сделать. Вот в чем дело. Где найти эту площадку, что создавать свой сайт, YouTube канал, что делать? Вот как? Где найти тот перекресток, чтобы крикнуть, и тебя все услышали? В этом есть тоже проблема. Потому что те площадки, которые есть на сегодняшний день, они ангажированы людьми другой идеологии. Спасибо большое. И последний вопрос, Сергей Иванович, пожалуйста. Вы слышали бы о такой проект киноуроке? Конечно. Слушай, ну вот просто положительный... Да, Елена Доброска, да. ...вотшапные герои. Да, да, да. И хорошие, и добрые, и знакомые с этими людьми, которые... Да, и даже снималась у них. Ну есть, значит, положительные. Правильно. А где эти фильмы? Ну, вы понимаете? Ну ничего страшного. Вы же партизаны. Ну, я про то и говорю. То есть, опять-таки... Есть партизан фильм? Ой, партизан киностудия, да? Партизан киностудия, да. Аплодисменты Ольге Александровне. Спасибо.